Субтитры делал DimaTorzok Победа требует подготовки Да, я считаю, что у адекватного современного мужика должна быть хотя бы одна единица оружия Держимся вперед, пусть победит сильнейший Привет, друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале «Оружейный барон» Это шоу «Перестрелка» Кто лучше обращается с оружием? Блогеры или зрители? Но прежде чем ты это все увидишь, подпишись на канал, а мы начинаем! В отборочном туре 4 этапа, которые участники проходят на время Причем бежать по дистанции им придется с мешком для кроссфита У мужчин это вес 25 килограммов, а у женщин 15 Первый рубеж – практическая стрельба В начале испытания игрок надевает специальный жилет и проходит препятствие в виде шин Затем с разных позиций ему нужно попасть в 10 мишеней За каждую дается 1 балл На втором рубеже участника ожидает стрельба из травматического пистолета Причем огонь ведется с неустойчивой платформы Задача поразить 8 тарелок Стоимость каждой – 1 балл Третье испытание Стрельба с открытого прицела С 50 метров нужно попасть в черный круг на мишени Всего есть 3 выстрела И стоимость каждого попадания – 2 очка На последнем рубеже игроку необходимо поразить взрывающуюся мишень на расстоянии 100 метров На это есть 2 попытки Причем стрелять придется с того мешка, который участник тащил всю дистанцию Успешное попадание принесет 4 балла И стоп по времени В случае промаха игрок бежит с мешком к месту старта И только тогда время останавливается Отборочный тур участники проходят парами Тот, кто преодолел дистанцию быстрее соперника, дополнительно получает 5 очков 8 человек, которые набрали больше всех баллов, выйдут в полуфинал Привет, меня зовут Михаил Макеев Я проживаю в городе Москва Родом из города Санкт-Петербурга Мне 32 года Я являюсь экспертом по безопасности и выживанию в различных условиях Увлекаюсь стрельбой, парашютным спортом, вождением автомобилей, экстремальными видами спорта и так далее Миш, привет! Рад, что приехал, рад, что поучаствовал Здорово! Расскажи о своих впечатлениях, что ты нам привез и что положишь в банк Слушай, очень крутое мероприятие, огромный респект за то, что ты его организовал, за то, что привлек такое количество сил и средств для его организации Я смотрел предыдущие выпуски, очень круто, радует, что вы растете, что вы не повторяетесь Огромное количество видов оружия, которое просто есть возможность прийти в магазин, потрогать при наличии лицензии Но здесь есть возможность его еще и пострелять Так как моя специфика это тема безопасности и выживания в условиях дикой природы, в условиях города Я вот такой вот символичный подарок привез Это браслет из паракорда, парашютная стропа Он может пригодиться, это просто как сувенир, как браслет, такая фишка Я знаю, что если что-то с тобой может произойти, то ты можешь использовать эту веревку Да, ты можешь эту веревку использовать, вплоть до того, чтобы там что-то подвязать, построить себе укрытие Потому что, да, можно там в природе использовать еловые корни, для тех, кто знает Но тут не надо использовать этого, можно шнурки развязались, порвались, что-то случилось Перевязать, перевязать шину какую-то, то есть применение у него масса У него можно также там монтировать огниво, свисток, компас, все что угодно Такое, ну и просто кто-то его носит Браслет для высыпания Лук можно сделать Лук можно сделать, да Круто Сеть, сеть можно сплести Всем привет, меня зовут Роман Базыкин, приехал я сюда из города Санкт-Петербурга Хобби мое, непосредственно оружие, влечение оружием, стрельба и так далее Да мне нужен только полный магазин Где мои узи ставлю те, что поразить Расскажи про себя немножко, откуда приедешь Я из Санкт-Петербурга, соответственно, мероприятия, сезоны все смотрел Безумно хотел попасть, прислал 4 видео, чтобы поучаствовать, прийти к цели и вот я здесь Какой ты приз привез и положишь в наш банк? Необходимую вещь, это наушники соответственно, а также здесь есть небольшой брелок нашего клуба стрелкового, в котором я состою в Петербурге Надеюсь, кому-то это пригодится, а может быть я обратно заберу это домой Желаю тебе удачи, а мы это кладем в банк Это самая ценная частичка от каждого нашего участника Сейчас выбираем оружие Миш, какое тебе больше нравится? Слушай, я ни одного из приставленного ствола не стрелял, не имею опыта, но есть помпа, есть полуавтомат Да, полуавтомат, я вот выберу полуавтомат, потому что просто привыкно заряжать Здесь регулируемый приклад, то есть можно как-то поудобнее Выбрать, да? Несмотря на простоту упражнения, пускай это будет более привыкно Полуавтомат? Да, полуавтомат будет привыкно А из пистолетов? Из пистолета я выберу, наверное, вот Зигзавр Отлично Я выберу, у меня дома первое мое оружие был Хацан, полуавтомат, и есть, наверное, Хацанчик, я и возьму полуавтомат Отлично, а из пистолетов? А из пистолетов также владею Гранд Пауэр Т12, его и заберу В детстве я ходил с отцом, с дедом на охоту постоянно И у дедушки была там старенькая-старенькая одностволка 16-го калибра во время службы в армии Это все переросло в какой-то соревновательный вид спорта, военное пятиборье После этого уже профессиональная карьера в спецподразделении То есть там различные направления, различные виды оружия, различные калибры, различные ситуации применения И как-то с этих пор пошла какая-то тяга Да, я считаю, что у адекватного современного мужика, настоящего, должна быть хотя бы одна единица оружия Я владею оружием, потому что мне это интересно, я чувствую ответственность дополнительную за свои умения и за то оружие, которым я владею Вот, время пошло Михаил, 32 года, капитан службы спецоперации Кандидат в мастера спорта по борьбе На вопрос, почему у тебя не сломаны уши, он сказал, просто не дал возможности соперникам сломать их Сейчас военный пенсионер Также у него есть разряды по военному пятиборью, по военному многоборью И первое положение, с положения лежа И начинает самая большая Есть, есть, третья и четвертая легко справляется с этой задачей Наряжает еще иконами ружье И мы видим, как он уже первый поразил Первый И еще остается положение сидя Есть, есть положение стоя Есть первая, есть вторая и есть третья Я ухожу с пути Через покрышки Атлета Михаил, капитан службы спецоперации Мешок Забыл, так Правильно выбранная тактика на плече, чтобы руки не уставали Руки, главное, чтобы не уставали Нести в руках мешок Немножко загрузить на кисти, пальцы Предплечье Надо для стрельбы, допустим, из пистолетов Из травматического Не думал я, что из травмата нужно стрелять Как можно точнее Вот вторая мешенька поражена Все, две мишени поражены Мешок и на позицию номер три Корабин Твоя белая мешень с черным центром внутри Корабин Главный реппер из соревнований является Белая мешень с черным центром внутри Очень агрессивная стойка у Михаила Есть первый выстрел Перезаряжай Три патрона Привычная стойка для бойца спецназа Резаряжай корабин Подальмешок на носкоточку Уходим из подальмена Все, уходим из подальмена Пересменяем конкурс Два патрона Крайний, как любят говорят военный, крайний этап Говорит о том, что готов к труду и мощной обороне. Вот, с первого выстрела попадает. Готов к труду и мощной обороне. Посмотрел на свои часы. Слушай, первый этап четко. Ну, вопросов не было никаких. То есть максимально удобное положение для стрельбы. Все может с одного окна. Главное, подготовиться. Победа требует подготовки. Сначала отстрелял один, второй. Третий рубеж, потом пистолет. Но это травматика. Всегда непредсказуемо, непонятно. То есть, вроде стреляешь, попадаешь. В следующий раз стреляешь, она уже летит не туда. Несмотря даже на маленькую дистанцию. Я оружейный мир для себя открыл абсолютно случайно. Не был охотником. Оружием не интересовался до 25 лет, пока меня не позвали друзья на охоту. Я думал, просто съезжу, посмотрю. Первый выстрел. И по срокам, там я уже не помню, в течение двух-трех недель у меня был охотничий. Лицензия на приобретение на руках. И все, там понеслось. Любимое оружие у меня, это первое, наверное, оружие, которое я купил. Купил в магазине Охот Актив. Это Хатсан Экскорт Экстрем Макс. На протяжении 7 лет я и на охоту хожу, и на стенд. Оружие для меня в первую очередь, конечно, это и безопасность, и хобби, и какое-то увлечение. Людь какая-то, это Макей. И что-то все на него ставят, что он, в принципе, победит. Но тут главное не победа, главное участие, эмоции. Попробовать себя в новом. И, как все говорят, это прекрасная возможность пострелять с того оружия, с которого ты ни разу не стрелял. Настрой боевой, порвем всех. Парень, который только начал свой спортивный поход, развитие в спортинге. Роману 37 лет. У него двое детей. Семь лет дочке и два с половиной года сыну. И вот, как я говорю, я только начал свой спортивный путь. Спорт под названием спорт. И такой вот он. Если Михаил, капитан спецназа, был такой мощный, накачанный, то Роман довольно-таки скромного телосложения, такого телосложения, который, наверное, как вьючный, вьючный солдат, может идти долго, потихонечку. И выполнить задачу это 100%. Несмотря на то, что Роман работает в салоне, в автосалоне Mercedes-Benz. Без разряда, забыл спросить у него, служил ли он в авто, нет. Но, судя по тому, что очень приятно поражает мишени на первом этапе дробовика. Выбрал он полуавтомат, как и многие выбирают. Обратно также возвращается, кидает жилет, берет в мешок и выходит на вторую базу. Роман Базыкин. Ну, я как спортсмен и со своей колокольни могу судить одно, что об этом человеке. Просто для меня, просто человек в спорте, просто человек, который начал заниматься спортом. Человек, который, ну, так, без особой физической подготовки, сегодня впервые в проекте Перестрелка выполняет стрельбу физической нагрузкой. Это, я вам скажу, друзья, один из главных принципов сегодняшней Перестрелки. Выступать под нагрузкой. Не просто стрелять, а еще быть загруженным вот этим вот мешком от компании «Степка». Мешок для «Степбита» есть второй выстрел из карабина, третий мешок, как мы видим, подберет. Ну, пошел, пошел, пошел. Я больше скажу, на войне, на обороне страны, на обороне страны, таким людям, наверное, выжить легче, нежели таким, как я, весом 140 килограммов. Первый выстрел, всего два. Есть, есть, время. Итак, что я могу сказать? Роман Базыкин, молодец. Супер, нет, отлично. Нагрузки четкие. Сделал все, что смог. Какое время? Лучше. Лучше? 3.30. 3.30? Ты обогнал всех, почему? Лучше, чем у Макея. Лучше, чем у всех. Да ладно. Я старался. Партнер по соревнованию. Круто, спасибо. Миша, расскажи свои впечатления, как все прошло. Миша очень крутые. Сейчас, когда отдышался, еще больше осознал, где были ошибки, где все сделал четко. В принципе, все было по плану. И я считаю, прям... Эмоции, настроение. Топ просто. Самое главное, ради чего. Сюда приезжаем, Рома. Я пока на эмоциях, отдышиваюсь. Ясно одно, что надо больше заниматься спортом. Прекрасный был у меня напарник по, так сказать, соревнованию. Он задал темп, я попытался догнать. По времени вроде примерно так же. Поэтому все круто. Пока на эмоциях. Спасибо, Андрей, огромное. Молодцы. Вяжемся вперед. Пусть победит сильнейший. Пусть победит. 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 Продолжение следует...